Всем привет, друзья! Итак, много я вам уже показывал разных интересных прибуд как для дома, так и для гаража и для всего прочего. И сегодня в этом ролике мы с вами рассмотрим домашнюю систему GSM сигнализации. Она у меня уже установлена, я уже ее протестировал. Вам будет, я думаю, интересно, кому нужна система сигнализации для дома, для гаража, для офиса или для сарая, я не знаю, для машины. Вот, ну хотя для машины-то я загнул. Но данная система сигнализации довольно интересная и прикольная. Легко устанавливается, легко настраивается. Есть, конечно, свои минусы, но это я вам уже расскажу далее в ролике. Затягивать особо не вижу смысла. Давайте начинать. Домашняя сигнализация GSM. Погнали! Это у нас система сигнализации с возможностью управления через Wi-Fi и GSM канал. Весьма интересная и полезная вещица. Пришла в такой вот коробке с небольшой комплектацией, но можно заказать комплектацию и побольше. Я себе в гараж такую скромную заказывал, мне двух датчиков вполне хватит. В комплекте есть инструкция на русском, контрольная панель управления, два пульта включения-выключения, кнопка звонка, шнур для зарядки контрольной панели, беспроводной датчик открытия и беспроводной датчик движения. Все работает от батареек, а в блоке управления батарейка встроенная. Сам системный блок выполнен в тонком корпусе, оборудован ярким цветным TFT дисплеем размером 2,4 дюйма. Справа расположены сенсорные кнопки. Постановка в режим охраны возможна с центральной панели, пульта, RFID-ключа и мобильного телефона. Меню системы и голосовые подсказки на русском языке. Очень простая и понятная привязка датчиков в пару нажатий. Когда я уже разобрался с датчиками и их настройкой, то все очень понятно и просто. В блок питания можно вставить симку и настроить на экстренный звонок, либо отправку смс, если вам кто-то влезет в помещение. А также, как я понимаю, можно подключиться через телефон по Wi-Fi к системному блоку и управлять с телефона блоком. Я сталкиваюсь с такой системой впервые и у меня пока что-то не получилось подключить правильно сим-карту и настроить ее. Все остальные датчики работают и я их уже достроил. Давайте покажу вам детальнее. Здесь у нас датчик движения и датчик на размыкание двери. Чтобы, например, нам активировать датчик размыкания двери, нам нужно вставить в него батарейку. Вот такую маленькую А23 на 12 вольт она называется. Так, ну и для начала мы включим нашу систему, ставим батарейку в датчик и подключим, настроим, то есть подключим этот датчик к системе. Вводим пароль, нажимаем зонт, вставляем наш датчик и вот мы видим, что, видели, что загорелась лампочка. Хорошо, загорелась лампочка, окей. Вот, то есть она у нас получается активирована. Вот, они вместе, лампочка горит, да? А, лампочка просто мелькает. Ну, значит, нам нужно добавить теперь этот датчик в нашу систему. Значит, я добавил наш датчик двери. Нужно просто сделать добавить, нажать и разомкнуть наш датчик, чтобы его увидела система, потому что когда он вот так закрыт, тогда он замкнут получается. Просто нужно добавить и разомкнуть, и все. Вот, значит, я уже так сделал. Сейчас ставим на закрытие. Установили нашу сигнализацию и размыкаем датчик. Все, да? Интересно. Еще раз, раз. Не работает. Нажимаем. Сигнализация и установили. Установили сигнализацию. Разомкнули. Нужно, видимо, какую-то секундочку, чтобы оно как бы приконнектилось, чтобы датчик сигнализации увидела датчик. Вот. И теперь смотрите далее. Чтобы нам активировать датчик движения, нам нужно в него, соответственно, вставить две наших батареечки. Вот. Но я, наверное, вот так сделаю. Значит, я сначала зайду. Вот так сделаю. Добавить. Вот. И тогда вот я включаю, и оно должно подать сигнал. Вот, видите? Ну, тут почему-то пишет газ. Я не понимаю, почему. Вот он сработал. Вот. Вот он срабатывает. Он зелененьким светится. Ну, светился. Вот, светится зелененьким. Оп. А, он мигает. Мигает. Окей. Значит, ставим. Ставим нам на закрытие. Сигнализация уставлена. Сигнализация уставлена. Видите, да? Проходит пару секунд, и тогда уже датчик, получается, включает. Он регистрирует, что нету движения. Ну, я произвел движение, и тогда он заработал. Так, в принципе, все понятно просто. Все супер бомба. Хочу отметить один минус. Ну, я не знаю, это минус или нет, но я его не смог настроить. Это систему дозвона, скажем так. Вот. Тут у нас мигает сим-карта. Тут сим-карта стоит. Деньги на сим-карте есть. Все, она вроде активирована. Вот. Ну, и нету Wi-Fi, соответственно. И я не смог настроить никак систему дозвона. То есть, карточку система вроде как не видит. Вот. Мне... Я так понимаю, что нужно что-то настраивать. Сеть настраивать. Вот у нас есть имей. Информация настройки. Wi-Fi, GPS. Я не знаю, как это настроить. Я искал, искал, так и не смог найти. Вот. Если вы знаете человека, который разбирается в данной системе настройки дозвона на телефон и отправки смс, тогда уже, ну, в общем, он вам поможет. Ну, или вы разбираетесь. Вот. Если вы разбираетесь, напишите в комментариях, как мне ее настроить и что нужно сделать. Я долго разбирался и уже ролик еще месяц назад должен был выйти. Но, короче, я не смог настроить. Но так-то система работает. Можно также еще, вот видите, есть порт. Можно вынести внешнюю сирену. Вот. Ее подключить. И если вдруг воришки будут залазить куда-нибудь, вот. То, мимо того, что система будет с сигнализацией отсылать вам дозвон или смс-ку на телефон, она еще будет очень-очень громко орать. Вот. И воришки напугаются. Вот. Ну, и теперь давайте устанавливать, да, грубо говоря, ее в моем гараже. Так, для начала я буду крепить нашу систему движения, да, систему. У нас датчик движения. Для закрепления у нас есть вот такая вот платформа. Вот. Села, да. И вот так может наблюдать, в принципе. В принципе, в принципе. Ну, и мы датчик сейчас проверим, да, для наглядности. Вот как она выглядит у нас, наш датчик движения. Давайте поставим нашу систему. Установим. Сигнализация. Вот. Сигнализация. Установили сигнализацию. Ну, и давайте тогда, да, будем идти. И теперь заходим. Так, ну, и нужно установить наш датчик на дверь. Я думаю, будем устанавливать вот таким вот макаром. Вот таким вот макаром, я так предполагаю, да. Вот мы так установим. Когда дверь будет открываться, он будет размыкаться. Когда дверь будет на месте, он будет, как бы, смыкаться и работать. Для того, чтобы закрепить наши датчики, у нас есть вот такие вот клейкие ленты. Вот. Сейчас так и попробуем с этими лентами. Так, установили мы наш датчик двери. Вот он. И вот я таким макаром его установил. И теперь, значит, устанавливаем, закрываем нашу сигнализацию, да? Сигнализация. Установили сигнализацию. Это у нас датчик сработал в движении. Это у нас сработал датчик движения. Значит, уходим от датчика движения. Вот, установили. И теперь открываем дверь. Вот, видимо, она загорелась. И сработала сигнализация. Все, все снято, все работает. Теперь у нас есть еще вот такой вот выносной звонок. Вот как он звонит, звонит. Вот у нас вот так звонит. Вот, ну и, в принципе, все. Шурупы, которые идут в комплекте, которыми я не воспользовался. Вот. И, в принципе, все. Еще скажу один минус такой на звоночке. Ага, или не минус. А ну-ка, я сейчас попробую. Есть ли магнит? Ага. Ну, это минус, конечно, да. И небольшой минус, потому что нету магнита. Чтобы примагнитить его к двери. Хотя, возможно, это и плюс. Я не знаю. В общем, такая у нас система сигнализации. Вот. Меня пока что все устраивает. Все интересно, все супер. Еще присобачиваю куда-то сам блок управления. Вот. Как-то так. Брать или не брать, решайте вам. Пока что, в принципе, все хорошо. Только один минус настройки GSM-сети. Вот я не понял. Я пока ее не настроил. Но, в принципе, надеюсь, в будущем настрою. Возможно, она и не работает. Я не знаю. Ну, как бы, вроде ничего не предвещает беды. Вроде должно все работать. Значит, такая у нас сегодня была интересная, прикольная сигнализация. Установил я ее, как вы понимаете, себе в гараж. Вот. Ее можно дополнить также другими разными датчиками. Они подключаются, коннектятся с ней. Она работает вроде на частоте 433 МГц, если я не ошибаюсь. Вот. Потому что даже к сигнализации можно подключить пульт управления светом, который я подключал к лампочке. В том ролике, когда я делал лампочку от пульта, чтобы она зажигалась, вы могли видеть. То есть, я даже могу приконнектить пульт от лампочки к датчику, к этому системе. И когда вы выключаете, допустим, лампочку, то у вас система ставится на защиту. Или вы снимаете защиту. То есть, можно сделать много чего интересного. Любые приборы, которые работают на частоте 433 МГц, они легко подключаются. Вот. И вы можете управлять систему управления. Штука прикольная, классная. Только я особо не разобрался с GSM настройками, с дозвоном. Симка есть, все есть, но я что-то не могу дозвониться. Вот. Никому. И себе. И вообще никому. Если вы знаете, как мне донастроить ее, чтобы при вскрытии, допустим, гаража мне отзывалось СМС, когда телефон или был дозвон, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я что-то не сильно разобрался. Вот. Увы. Много я с ней игрался. Долго я с ней игрался. Это с этой сигнализацией. И ролик еще должен был выйти месяц назад. Но. Вот так, короче. Имеем то, что имеем. Вот. Ну, в принципе, она мне понравилась. Штука классная. Не знаю, вам рекомендовать или нет. Потому что я не настроил систему дозвона. Если бы я ее настроил, тогда я мог бы с уверенностью рекомендовать. Но если вы задумываетесь про такую систему сигнализации для дома или для какого-то другого помещения, ну, обратите внимание, в принципе, вещь как бы нормальная. Вот. Но один момент, который вам нужно знать, не знаю про другие сигнализации или только в этой, быстро садится батарейка. Но, конечно, сейчас зима, сейчас холодно. Вот. Но есть такой нюанс. Батарейка, блин, собака садится. То есть нужно подключать пауэрбанк, вот, к зарядке. Это как бы 100%. Вот. С такой сегодня у нас получился ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что вам понравилось, что вам не понравилось. Может, возможно, вы какими-то системами сигнализации пользуетесь. Вот. Как вам эта система? Вот. GSM сигнализации. Ну, вообще, любые комментарии приветствуются. Мне интересно почитать. Вот. Мне интересно ваше мнение. И мне интересны ваши подсказки. Потому что я особо там не гуру сигнализации. Я заказал, поставил, работает. Все нормально. Ну, почти работает. Спасибо за просмотр. Хорошего вам вечера. Всем пока. Дальше будет очень много, много чего интересного. Подписывайтесь на канал. Также нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписаться. Это важно. Всем спасибо еще раз. И пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok